День равен ночи два раза в году. Весной – это начало всего живого, процветания, бурного роста. А осенью совсем наоборот. Теперь уже день будет всё короче. Сумерки раньше, солнце реже радует, слабеет, и как будто, засыпает до следующей весны. Наши предки верили, что солнце со дня осеннего равноденствия слабеет и начинает умирать. Солнце начинает занавешивать окна своего терема звёздами, чтобы уснуть, говорили они. Солнце меркнет, закрывается мраком. Солнце гаснет, то есть умирает, и природа вслед солнцу начинает засыпать. Плоды созрели, травы дали семена, ягоды рябины, калины и боярышника пламенеют последним пожаром. Наши предки украшали рябиной свои избы, чтобы лихорадки с болот обошли дом стороной. Дрозды рябинники прилетали полакомиться солнечными ягодами, чтобы запастись энергией солнца на долгую зиму. Скоро рябину припорошит снежком и станет эта солнечная ягода сладкой. А пока горчинка напоминает, что зима не за горами. Готовьтесь, люди, и всё живое! Под окном черноплодная рябина или арония тоже спешит накормить птиц последними ягодами и дать им силу на долгую непогоду. Птицы собираются в стаи. Они выполнили свой долг, вырастили птенцов, научили их науке выживания и теперь готовятся покинуть родные места до следующей весны, когда солнце вновь возродится и запустит новый цикл жизни. В день осеннего равноденствия древние славяне устраивали праздник урожая – осенины. В честь богини плодородия, матери земли, накрывали стол, пели песни, водили хороводы, благодарили её за плоды, богатый урожай. Этот день считался новолетием. Поблагодарим и мы, матушку-землю, за урожай, украсим свой дом ветками рябины, защитим его от бед и ненасти. С новолетием!